Вместе по пути Чуваши и Крым намерены сотрудничать Под присмотром В детских садах столицы республики Продолжают устанавливать камеры Внутреннего видеонаблюдения Мама, папа, я Спортивная семья В первый день весны спортивные семьи Встали на лыжи Чуваши и Крым сделали шаг Навстречу друг другу Официальная делегация нашей республики В эти выходные вернулась из рабочей поездки По городам Симферополь и Севастополь Главным итогом этого визита Стали соглашения о сотрудничестве В обоих регионах Крымского федерального округа Прошли презентации возможностей Малого и среднего бизнеса Республики Чувашская делегация Посетила и крупные предприятия Крыма Подробности у Дмитрия Ковалева Четверть населения Бакчисарая И Батаревского района состоит из татар После подписания соглашения Глава администрации Николай Глухов Сделал своему коллеге символичный подарок Эту тюбетейку своими руками Изготовили ученики медресе из Шигардан Уже после официальной встречи Руководитель муниципалитета Пригласил делегацию Бакчисарая Познакомиться с Батаревым поближе Крымчане пообещали приехать в республику В этом году Чтобы перенять накопленный опыт работы Сегодня нам надо решать вопросы Социально-экономические И как их решать У нас тоже не хватает еще опыта Не хватает практики И вот такие соглашения Такие дружеские отношения Они позволяют все-таки понять И научиться всему тому Что перед нами еще нужно И необходимо сделать Мы готовы помочь В данной ситуации Приведение нормативной базы То русло Российской Федерации Которое сегодня требует 131 закон Потому что 131 закон Тоже он сам часто обновляется Вносится изменения А здесь в Бакчисарайском районе Мы пообщались с Игорем Ивановичем Действительно это надо успевать Теперь будут дружить И крымская Феодосия С Новочебоксарском Они стали городами-побратимами В ходе визита Было подписано Очень много важных документов Напрямую влияющих На социально-экономическое Самочувствие регионов В их числе соглашения О взаимодействии В области содействия занятости Вообще республика Крым Сейчас заинтересована В создании новых рабочих мест Местные власти Присматриваются к инновационным проектам В округе уже налаживают Прямые связи С предпринимателями Других регионов Опыт Чуваши и Крыму полезен Отметил в интервью Журналистам его глава Сергей Аксенов Личная дружба Личные контакты Они всегда способствуют Продвижению любого проекта Мы с Михаилом Васильевичем Будем в контакте Отслеживать лично Всю работу Которая ведется нашими министрами Помогать им Подталкивать Непосредственно к действиям Отработают буквально Я думаю За ближайшую неделю В рамках рабочих групп Все проекты Предложат нам Михаил Васильевичем Мы их согласуем Никаких сомнений нет Бизнес развивается самостоятельно В данном случае Наша задача Коммуникации обеспечить Дать возможность Им контактировать С представителями органов Исполнительной власти Мы рассматриваем вопросы Не только в сфере Социально-экономическом сотрудничестве Научно-техническом сотрудничестве Социальный сфер Это в образовании Здравоохранении Культуре То есть нам надо обмениваться Нам надо находить друг друга Для того, чтобы Социальное самочувствие И жители республики Крым И жители Чувашской республики Были лучше Готовы предложить Свою продукцию Крыму И предприятия Чебоксарского электротехнического кластера На одном из заводов Симферополя Намерены закупать Чувашские реле Сейчас многие приборы Им приходится заказывать за рубежом Здесь активно ищут новых партнеров Не исключено, что в ближайшее время Будут заключены контракты С предпринимателями из Чебоксар Для скважин, допустим На 6, на 110 Даже 220 кВт Сейчас цифровые по станции Забрели Сухие трансформаторы Не только газы Вы же вообще сухие пошли С точки зрения Значит, мы не конкуренты Нам надо сотрудничать Наши производители тоже приехали Обмен информацией произойдет То есть некоторые комплектующие Которые вы из Германии покупали Даже у нас сейчас в России Можете купить Это очень выгодно будет Сейчас это предприятие Производит технику Для систем электрификации Железных дорог В прошлые годы Заказы поступали из Украины И теперь завод Соориентирован на отечественный рынок Трансформаторы Защитные блоки Изоляторы Контактной сети Объем продаж у предприятия Заметно вырос Вот смотрите Нейтральная ставка Все переходит На другой участок И по первому Дальше Универсальный аппарат Россиянам он понравился Сейчас мы проходим С питанием ворожья Это тоже за пределами, да? Нет, это мы сейчас На границе мы брали Вот это мы сейчас шли за порожья Но здесь намерены в разы Увеличить объемы В планах запатентовать И новые устройства К слову И сейчас на заводе Создают технику Которая в стране Не имеет аналогов Глава республики Предложил им Наладить связи И с другими Чувашскими предприятиями Правда для более эффективного Партнерства Необходимо наладить Систему логистики Вообще сейчас И в городе Севастополь В республике Крым Создана свободная Экономическая зона Власти округа Обещают предпринимателям Всевозможные преференции В регионе Заинтересованы В новых проектах Которые должны улучшить Его экономический потенциал С новыми проектами В Крым и Севастополь Приехали представители Многих предприятий республики Чувашские бизнесмены Готовы прийти на полуостров С проектами В машиностроительной сфере Строительной и медицинской отраслях Предложения от коллег Из республики Сейчас особенно ждут И энергетики округа Мы вчера встречались С представителем Крымэнерго Подробно очень обсуждали Те задачи Которые стоят Перед энергетиками Крыма и Севастополя На ближайшие годы С целью ликвидации Зависимости от Украины Поэтому Нам понятно Что будет в ближайшее время Как бы проектироваться Строиться в Крыму Вообще Отмечают власти Севастополя Городу сейчас необходима Поддержка других регионов Деловые миссии Первый этап Итогом этого визита Должны стать заключенные контракты Сотрудничать бизнесменам Власти предлагают В сфере туризма У нас огромный потенциал И в области туризма И культурного И военно-патриотического Город Севастополь В этом отношении уникальный По концентрации На тех мест Которые турист Может посетить От слов к делу Власти Севастополя и Чувашии Перешли сразу Губернатор города И глава республики Договорились поэтапно Реализовывать Целый план мероприятий Соглашение о сотрудничестве Они подписали Еще в прошлом году На международном экономическом форуме В городе Сочи Для того, чтобы Тот срок То время Или тот срок Который прошли Другие субъекты Нам надо пройти Ускоренно Для этого Мы подписываем Соглашение с регионами Это в основном Обмен опыта Это в том числе И экономическая помощь Первые контакты Уже налаживаются По электротехническим изделиям По релейной защите По микропроцессорным изделиям По судостроению Здесь же в Севастополе Два завода Понятно, Украина Сделала все для того Чтобы они По объемам производства Упали Но наша задача Задача Руководителя региона Перед нами Задача стоять Президент Российской Федерации Максимально сегодня Оказать содействие Уже с начала этого года В Крым По путевкам Будут приезжать Чувашские школьники Договорились организовывать Экскурсии По местам Воинской славы Севастополя В ближайшие годы Здесь развернут площадку Для военно-исторического туризма Но глава Чувашия Пригласил творческие коллективы округа Принять участие в фестивале Родники России Медриковалев Андрей Шоклев Республика Из городов Симферополь И Севастополь Как живет республика В условиях кризиса Об этом говорили сегодня На совещании у главы Чувашии В целом Ситуация стабильная Но есть вопросы Которые находятся Под особым контролем Об исполнении регионального бюджета За январь и февраль этого года Доложила Светлана Янилина Министр финансов считает Что пополнение бюджета В республике идет По неблагоприятному сценарию Поступления по некоторым Налоговым статьям Существенно снизились На 53% упали доходы С акцизов на алкогольную продукцию Надо будет делать таблицу рядом Потребление стало меньше Или не стало меньше Если стало меньше То объективный этот факт Если не стало меньше То соответственно По разным схемам Продается алкогольная продукция И тем самым люди хотят Не оплачивая налоги Зарабатывать легкие денежки Много вопросов вызывают И сборы налога с доходов Физических лиц Эксперты высказывают мнение Что если до финансового кризиса Организации налогоплательщики Работали по серым схемам В пределах 10-15% То теперь эта доля Может увеличиться до 30% В таких условиях Ситуацию надо контролировать ежедневно У нас завершены уже проверки По группе компаний Тракторные заводы Мы ожидаем дополнительного поступления Порядка около 100 миллионов Кроме того Открываем еще дополнительно Тематические проверки С тем чтобы увеличить Поступление платежей в бюджет Кроме того Мы работаем по НДФЛ Еще и со структурными подразделениями С обособленными подразделениями На учет поставлено Более 3,4 тысяч Этих обособленных подразделений От них за 2014 год Поступила 1,7 миллиарда И увеличение идет порядка 6% Еще один способ сокращения расходов В казне – оптимизация численности Она должна коснуться В первую очередь Чиновничьего аппарата В принципе мы эту работу В 2013-2014 году провели У нас не было ни индексации в 2013-2014 Не заложено в 2015 году И в рамках реализации указа главы Мы сейчас приняли все нормативные документы По сокращению аппарата госслужащих На 10% в ближайшие 2 года На заседании были рассмотрены и другие вопросы Министр имущественных и земельных отношений Республики Анатолий Кузьмин доложил о взыскании задолженностей По арендным платежам По сравнению с прошлым годом Плата от использования государственного имущества Уменьшилась на 8% И составила 160,8 миллионов рублей Одним из крупных должников С которого невозможно взыскать задолженность Является Волжская текстильная компания Долг организации образовался за период С 2008 по 2013 год И составляет почти 126 миллионов рублей В связи с тем, что все объекты недвижимости находились в залоге у банков Служба судебных приставов не имела возможности наложить арест на имущество должника В данный момент завершается процедура банкротства компании Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика Им по 90, но они по-прежнему молоды сердцем Они пережили войну, послевоенные, голодные годы и перестроечные времена Сегодня ветераны войны не скрывают слез радости Ведь над головой и мирное небо Это значит, что жертвы были не напрасными В преддверии 70-летия Великой Победы Глава Чувашия вручил ветеранам юбилейные медали Дмитрию Егорову было 17, когда его брата и отца забрали на фронт Тогда он решил, что его место тоже в строю Несмотря на юный возраст и низкий рост Главное, чтобы о подвиге советских солдат помнило подрастающее поколение Тогда история тех страшных лет не повторится, считает Дмитрий Егорович Именно поэтому сегодня 90-летний ветеран все силы отдает патриотическому воспитанию молодежи И, несмотря на возраст, возглавляет общественную организацию Юбилейные медали получили сегодня еще 35 ветеранов Их поздравил глава республики Мне приятно и в то же время волнительно сегодня вручить юбилейные медали Сегодня в этом зале собрались люди, которых объединяет мужество, героизм и отвага Нет на свете слов, которыми можно было бы выразить чувство благодарности вам, наши дорогие ветераны Вы удивительные люди Победив страшного врага, мирное время совершили еще один подвиг За короткое время восстановили страну из руин В годы войны более 200 тысяч жителей Чувашии ушли на фронт В это время в республике действовало несколько госпиталей В них залечивали раны и снова вставали в строй сотни бойцов Сегодня в Чувашии проживает 1550 ветеранов, участников Великой Отечественной войны Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика Безопасность детей превыше всего В столице республики продолжается установка камер внутреннего видеонаблюдения в детских садах Оценить преимущество работы такого оборудования смогла и наша съемочная группа Наталья со спокойной душой провожает своего ребенка в детский сад Ведь в любой момент она может посмотреть, чем занят ее сын В их детском саду уже год работают внутренние камеры видеонаблюдения Хочется посмотреть на новые занятия Каждый день занятия новые Бассейн, английский Они занимаются чтением, все изучают, все познают Практически каждый день мы заглядываем Или папа, или бабушка, или сестра старшая Мы все в курсе, что происходит с нашим городением и где он в течение дня Узнать и посмотреть, что же делают малыши, могут все родители в режиме онлайн с помощью специальной программы Видеокамеры установлены во всех группах и кабинетах для занятий Для тех родителей, кто в течение дня не проследил за своим ребенком, существует архив видеозаписей Мы по инициативе родителей совместно с родительским комитетом То есть решили их установить в детском саду Для выяснения недоразумений А также детский сад это открытая система И мы открыты для всех своих родителей Безопасность детей дошкольных учреждений Это одна из приоритетных задач и направлений у руководства республики В 2014 году стартовал у нас проект «Безопасный детский сад» Где руководство подходит комплексно к этой проблеме и задаче Это начиная от шлагбаумов, от уличного освещения, от асфальтного покрытия и до видеонаблюдения Камеры внутреннего наблюдения еще только начали устанавливать Они есть пока в двух детских садах В перспективе же должны быть везде В столичном управлении образования уверены, что это тот самый случай, когда цель оправдывает средства Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика Поездка на работу в другой регион обернулась для жителей Чувашии печальными последствиями 19 человек в микроавтобусе «Фиат Дуката» ехали по московской кольцевой автодороге Пассажиры из Комсомольского района республики направлялись в город Звенигово Московской области на заработки На 82-м километре водитель наехал на один из бетонных блоков, которым было огорожено место стройки Автобус опрокинулся, 10 человек получили травмы, некоторые находятся в тяжелом состоянии Еще один пассажир, 50-летний мужчина, скончался по пути в больницу По данным госавтоинспекции, водитель микроавтобуса «Фиат Дуката», предположительно по вине которого и произошла авария на московской кольцевой автодороге В течение последних нескольких лет 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения как в республике, так и за ее пределами За указанным транспортным средством зарегистрировано 15 правонарушений В связи с указанным происшествием, управление ГИБДД и МВД Почуварской республики собирается усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения и перевозки пассажиров общественным транспортом И в частности маршрутами и микроавтобусами в ходе ежедневной работы инспекторов ГАИ В Чебоксарах прошла акция «Пешеходный переход» Под прицел полицейских попали основные переходы, где чаще всего случаются аварии Как показывает практика, пешеходы часто сами являются нарушителями правил дорожного движения По итогам последнего рейда было составлено 236 административных протоколов Акция «Пешеходный переход» коснулась и автолюбителей Сотрудники ГИБДД выписали 159 штрафов водителям, не пропустившим пешеходов на пешеходных переходах Сотрудники наркоконтроля в очередной раз перекрыли канал поставки синтетических наркотиков в нашу республику Деятельность преступной восьмерки, трое из участников которой проживали в одной из стран ближнего зарубежья, была пресечена в короткие сроки Схема криминальных действий преступников оказалась на удивление простой Являясь оптовыми поставщиками, они приезжали в Чебоксары на работу так называемым вахтовым методом На срок от одного до трех месяцев Их преступная задача вдали от родных мест была несложной Они создавали на территории региона тайники с оптовыми партиями наркотиков Информации о работодателях преступники не располагали В ходе проведения наркополицейскими оперативно-розыскных мероприятий Участники преступной группы были задержаны с поличным Всего в рамках операции из незнакомого оборота было изъято порядка двух килограмм синтетических наркотических средств На данный момент сотрудники наркоконтроля проводят оперативно-следственные мероприятия Чтобы установить личности всех членов организованной преступной группировки В Чувашии с 1 апреля вводится временное ограничение на движение большегрузов Дороги общего, муниципального и регионального уровня для машин такого уровня будут закрыты на месяц Ограничение вводится с целью снизить нагрузку на дорожное полотно, чтобы сохранить качество дорог В Минтрансе Чувашии сообщили, что запрет будет распространяться на тяжеловесы разных категорий С нагрузкой на ось, превышающей временно установленную норму Проехать по закрытому участку дороги можно будет лишь с помощью специального пропуска Который будут выдавать определенной группе большегрузов В Чубаксарах возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка 38-летний мужчина задушил подушкой двухлетнего сына В свете следствия днем 28 февраля 38-летний мужчина, находясь на съемной квартире Задушил, предположительно, подушкой своего двухлетнего сына После чего покончил с жизненным убийством, повесившись в ванной комнате Их тела обнаружил хозяин квартиры, который пришел вечером того дня Для того, чтобы проверить, как живут его квартиранты В настоящее время проводятся необходимые следственные действия Направленные на установление всех обстоятельств произошедшего Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, медико-криминалистические В отношении 38-летнего мужчины назначена посмертная психиатрическая экспертиза А также назначен компьютерно-техническая и генетические экспертизы Как следует из материалов уголовного дела Отец со своим сыном проживали в этой квартире вдвоем Мать ребенка незадолго до Нового года, после семейно-бытового скандала Уехала к себе на родину, в город Великий Новгород, к своей матери И вплоть до 28 февраля ее в Чебоксарах не было Ребенка она оставила с отцом, так как абсолютно за него не беспокоилась Поскольку, с ее слов, отец ребенка души в нем не чаял И боготворил его практически Поэтому никаких опасений по поводу его жизни у нее, конечно же, не было В настоящее время она въедет в город Чебоксары Здесь уже по прибытию будет допрошено следователями в качестве свидетеля Вскрыть машину, извлечь пострадавшего в ДТП, отправить его в больницу Такая задача стояла перед участниками республиканских соревнований по проведению аварийно-спасательных работ После серьезного ДТП двери автомобили оказались заблокированными Внутри зажатые пассажиры Извлечь их можно только с помощью специальных инструментов Счет идет на секунды, первую медицинскую помощь необходимо оказать еще до приезда скорой помощи По такому сценарию проходил финал республиканских соревнований среди пожарных В них участвовали команды из разных районов республики В каждой по четыре человека с соответствующей подготовкой аттестации Данное соревнование, начиная с 2008 года, начали проводить соревнования в три этапа на сегодняшний день Это первый этап между караулами в подразделениях Второй этап между подразделениями, входящими в состав наших отрядов И третий этап, который мы сегодня проводили Финальное соревнование на лучшее подразделение территориального гарнизона Судейский аппарат учитывал правильность ведения аварийно-спасательных работ Правильность выполнения неотложных мероприятий при оказании первой помощи Правильность работы с аварийно-спасательным инструментом Команда победительницы поборется за звание лучшего подразделения в Приволжском федеральном центре МЧС Весенняя погода, хорошее настроение и спортивный азарт стали главными составляющими массового праздника Прошедшего вчера на базе детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 На старт вышли 58 спортивных семей В соревнованиях принял участие глава Чуваши Лыжные гонки среди спортивных семей на призы главы Чуваши В четвертый раз собрали 180 любителей зимнего спорта со всей республики Семьи состязались в трех группах соревнований В каждой обязательно присутствие детей разного возраста до 10, 15 и 17 лет У лыжни был эстафетный характер Первыми бежали дети, затем мамы, ну а завершали гонку папы Длина дистанции соответственно 400-800 метров и полтора километра Семья Ивановых с дочерью Анжеликой впервые в этом году решила принять участие в соревнованиях Ну я считаю, что все должны как бы спортом заниматься, себя развивать, спорт всегда нужен И вот мы приучаем ребенка тоже, это все ради детей Ради здоровья? Ради здоровья, да На лыжи встали, мы второй год уже как, очень нравится Ну ходим на прогулки, это на соревнованиях впервые Занимаюсь спортом Любите спорт и все будет хорошо Спорт это очень полезно, спорт и физкультура Победителями стали семьи из Чебоксар и Шуткиных и Красновых, а также команда Егоровых из Канажского района В конце спортивного праздника всем, кто пришел поддержать свои семьи, предоставили возможность пройти на лыжах символичную дистанцию в один километр Победители получили ценные призы и подарки, но главным здесь была не победа В первый солнечный день весны все получили заряд бодрости и остались довольны праздником спорта В дальнейшем хочется пожелать всем благополучия, спортивного духа, азарта и побед в реальной жизни, которые на сегодняшний день возникают те трудности Но я считал и считаю и буду считать, кто любит спорт, трудности всегда побеждал и будет побеждать Спасибо вам, с праздником! Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика Также лучших спортсменов накануне определили среди государственных и муниципальных служащих В Чебоксарском районе прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет 14-й спартакиада работников органов самоуправления На самом деле на Кургейской земле сегодня большой праздник, праздник спорта Здесь, наверное, постоянно такие мероприятия проводятся Георгий Иванович сегодня говорит, даже если одно воскресенье мы пропускаем, значит в республике что-то может случилось Поэтому, говорит, а так постоянно здесь выходные, праздники проводятся мероприятия Лыжные гонки начались с ВИП-забега на полтора километра Затем стартовали команды в составе пяти человек Мужчины состязались в эстафетной гонке на два километра, женщины на 1,2 километра Пробежали, здоровый дух, настроение бодрое, хочется жить и работать Все лыжники успешно преодолели дистанцию Говорят, готовились, если постоянно сидеть за столом, результата не достигнешь А расстояние покажется непреодолимым Всего в лыжном забеге работников органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской республики Приняли участие более тысячи человек Анастасия Алексеева, Республика Таким стал первый рабочий день весны глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши Я с вами прощаюсь и всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин